Добрый день, уважаемые дамы и господа, любители профессионалы джудо, самбо, боевых искусств. Мы снова собрались на субботние размышления о боевых искусствах и разном. Вы смотрите планеты джудо, я Роман Карасев. Наш постоянный коллектив исследователей в полном составе. Исследователей. Есть космонавт, а есть космонавт-исследователь. На берегу который, да? Не, не, он обратил вам. У него функционал другой. И я сегодня решил немножко изменить традиции. Он галю не убирает. Убираю? Дома, дома. Космонавт, он все делает. А исследователь, он говорит, извините, я наука. Вот не дали ты говорить с вами. Обычно как начинается наше размышление? То, что я какую-то тему предлагаю нашим уважаемым экспертам. Кто обзывается, да? Мы нашли. Обозвал. Обозвал. И маску оденьте. Да. Какой вдруг у вас? Под корону поправьте, сын. Значит, я предлагаю всем желающим, исключая меня, предложить любую тему для обсуждения. Кто делает? Что меня бесит, вот? Да? Вот. Такая тема. Мне очень нравится, когда вот блогеры говорят. Ой, нажмите на колокольчик, поставьте палец вверх. Меня так это раздражает. Я вот не знаю почему. Не знаете почему? Это поможет продвижению канала. И чего? Ну, продвигаешь свой канал. А дальше? Какая польза? Любим. Ну, давай, тема. Ты ко мне бесит? Влад Макаров, кузнец Айкидо. Бесит меня. Предложил обсудить тему. Так называемая раздражительность, можно так сказать, да? Ну, ты смягчива, а я сказал, бесит. Раздражительность. Я с вашего позорения немножко добавлю. И как можно избавляться от этой раздражительности с помощью практики боевых искусств, дзюдо, санба, кэкидо, карате? Да. И как вообще эта раздражительность может повлиять на наше состояние? А как? И как боевые искусства могут повлиять на уменьшение этого феномена? Феномена. Феномена. А я объясню. Пожалуйста. Да. Вот смотрите. Человек приходит, чего-то не умеет. То есть это как бы, опять, если про уровень говорить, все это знают, как вот люди говорят, меня уже поправляют. Нужно смотреть. Ты не знаешь, что ты не знаешь. Ну, вот, а вообще единоборство. Потом. Ты знаешь, что знаешь. И потом следующий, четвертый уровень, там, бессознательная компетентность. Когда вот мы делаем что-то на автомате, скажем так. И из-за чего? Если эти уровни проходить, вот, все равно мы обсуждаем в контексте единоборства. То есть человек пришел, и что нужно? Поставить хотя бы ноги, да? Сначала, чтобы человек, базовые передвижения. Это скучно, нудно, но это нужно. Можно перепрыгнуть сразу в верхнюю страховку? Можно перепрыгнуть. Но вопрос стоит как? Сколько ты так продержишься, скажем так? И какие увечья ты получишь? Вот. И на первых уровнях стоит что? Что ты хочешь? Чемпионом стать и разорваться в клочья, там, чтобы на тебе живого места не было. Победа, там, любой ценой. Или, как вот Роман сейчас, спустя много лет, приходит к оздоровительному эффекту, скажем так. И поэтому нужно без сильных усилий результата не будет, это понятно. Правильно? Но, как так соединить, чтобы было и безопасно, и стал ты чемпионом, скажем так? Как вот соединить, если не соединить? А можно я маленькую... Подожди, подожди, Влад, я хочу немножко... Я, типа, регулятор буду, можно? Модератор. Модератор. А где здесь бесит? А бесит, когда у тебя что-то не получается. Ты не можешь освоить, ну, прием какой-нибудь, если вот, ну, в нашем понимании. Или навык какой-то. Вот у тебя он не получается, и ты бесишься, скажем так. Или у тебя что-то, ну, вот, там, по дому не работает. И вопрос, смогла ли тебя эта эмоция захватить, или ты составил план, сел спокойно и подумал. Почему вот этот, ну, автомобилистов много же, все вот дают, бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе на эту, на сигналку. И вот, ну, человек, откуда он знает? Там, может, девушка задумалась, может, начинающий водитель. Но начинающий водитель, мастер спорта по единоборствам. Ты ему, бе-бе-бе-бе-бе, у тебя бесит. Он вышел, и... И ты его бесил уже. И он тебе... И все уже, и ты некоторое время не можешь нажимать на эту. Понимаешь? Вот в чем дело. Но, ладно, это такие, самые такие страшные случаи. Но, самое простое. Вот у тебя не получается какой-то навык. Нужно откатить вот назад, скажем так. База должна быть. То есть, и на эту базу потом можно будет уже что-то, что-то, как нанизывать. Как нанить жемчуг. Я к чему говорю? У нас же все-таки про единоборство. Не надо это. Что? Я сегодня позанимался каратэ. Три месяца. Завтра позанимался дзюдо. Полтора. Потом... О! А мне сказали, что айкидо лучше.